Для награждения победителей конкурса на сцену приглашается заслуженный работник культуры Республики Крым, депутат Судакского городского совета, председатель оргкомитета международного рыцарского фестиваля «Генуэльский шлем» Болтунов Владимир Васильевич. Приветствую Судак, приветствую гостей нашего города. Здесь так светло я вас не вижу. Мы 18 лет создаем события в этом регионе, которое делается для гостей Судака. Итак, 18 лет назад эта идея родилась, и мы начали проводить в этой крепости. Но несколько лет назад мы приняли решение, что Судак уже имеет международный статус, и нам каким-то образом надо будет обращать внимание на тех журналистов, блогеров, которые работают над фестивалем. Для нас это очень важно, потому что они очень тонко формируют любовь через наши события к этому региону. Если вы обратили внимание, основной объект нашего города – это, конечно, Судакская Генуэльская крепость. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Министерства туризмов, при поддержке администрации города Судака. Большое спасибо я хочу сказать нынешней администрации, потому что мы находимся на самом деле на этой территории, и мы совместно понимаем, что это событие дает возможность менять туристические потоки по Крыму. Хочу поблагодарить руководство крепости. Мы два года находимся в комфортных условиях. Спасибо ЕМЕД Светлане, Татьяне Ревриковой, Владимиру Старикову. Ну и, конечно, я прихожу к номинациям. Победителям конкурсов журналистов у нас несколько номинаций. Три человека сегодня не будут здесь награждаться, их нет в Судаке, я их озвучу. Лучший видеосюжет о фестивале – телеканал НТВ, Олег Крючков. Это друг фестиваля, он работает с нами все 18 лет. Лучшая статья о фестивале «Мея Россия сегодня» – Алексей Вакулинка. На мой взгляд, один из лучших журналистов. Человек, проводя конкурсы и работая с оргкомитетом, бесспорно стал победителем. И также у нас есть номинация «Друг фестиваля», которая два года назад была нами учреждена. В этом году победителем стал ежедневная информационная газета «Судакские вести» Наталья Бабриевна. Ну а теперь, приступая к судакским журналистам и блогерам, я всегда говорю, что это очень талантливые ребята. Через них мы доносим все, что мы делаем, делаем для вас. И, как я уже говорил, что у нас есть традиции. Мы долгие годы дарили оружие или элементы доспехов. В этом году мы немножко поменяли условия. Мы говорим, что фестиваль прошел медные трубы. Нас испытывали водой, молниями. Все знают, как фестиваль звучит, но мало кто знает, какой фестиваль на вкус. Поэтому в этом году мы дарим вкус 18 лет. Я на сцену приглашаю лучший инфопортал, ежедневный интернет-журнал «Судак.Ми» Алексей Рогожин. Вот Алексей Рогожин. Мы очень долгие годы с ним работаем. Мне очень приятно, что этот фестиваль. Рогожин, настоящий патриот города и наш друг фестиваля. Алеша, тебя поздравляю. Вот наш вкус. И Андрей Васильевич включает грамоту от фестиваля. Еще одна номинация. Это лучший видеосюжет о фестивале. Ой, прошу прощения. Это у нас будет лучший фотосюжет о фестивале. Сайт «Я здесь живу». Александр Киряков, Сандро. Александр, ты где? Он всегда заходит с тела. Саша, я тебя поздравляю. Первые номинации, которые были учреждены, как раз был, по-моему, в 2012 году. Александр получал, он получал меч. Саша, я тебя поздравляю. Ты теперь будешь знать вкус фестиваля 18 лет. Давайте мы очень дружно всем поаплодируем нашим журналистам. Большое им спасибо. Еще заканчивая свое выступление, я хочу поблагодарить гостей нашего города, россиян, которые приезжают к нам. Вам большое спасибо. Мы знаем, что за ваши налоги строятся у нас дороги. Вы нам построили аэропорт, вы нам построили мост. Вам большое спасибо. Вы в нас верите. Мы вас не подведем. Мы встретим вас радушием, солнцем, морем. Приезжайте к нам, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Мы присоединяемся к словам прозвучавшим, к словам благодарности, которые звучали с этой сцены. Еще раз поздравляем всех победителей и благодарим всех, кто участвовал в конкурсах.